Родниковые строки. Завершился конкурс литературного творчества, учрежденный и организованный централизованной клубной системой на Уренгое при содействии и поддержке Северного издательства, Ямало-Нейнской региональной общественной организации «Литератор Ямала» и Культурно-Просветительского центра «Созидание». Главным условием конкурса работ стало отражение понятий родина, род и природа. Эта идея получила активный отклик у литераторов. На конкурс было прислано около 400 работ, написанных во всех литературных жанрах. Своё творчество предоставили более 60 авторов в возрасте от 18 до 73 лет. Не менее обширная география участников конкурса на жюри, в составе которого признанные специалисты в области литературы, культуры, общественные деятели, журналисты, критики, издатели и редакторы, пришлось немало потрудиться, выбирая лучших. Сегодня стали известны результаты. Подробности в материале Надежды Печоркиной. Возможно, в воздухе или природе Нового Рингоя есть какие-то особые составляющие для творчества. Иначе книг, написанных местными авторами, было бы на порядок меньше. Литературное творчество, между тем, прирастает новыми произведениями и новыми именами. Чтобы изучить каждого автора, оценить реальность шансов на победу, члены жюри не раз прочитали всё, что пришло на конкурс, прежде чем сделали выводы. Конечно, прежде всего, может быть, для себя это писали, но с чувством таким, что кто-то это прочтёт. Они на конкурс старались. Да, поэтому надо обязательно отметить это. Для каждого участника конкурса у Владимира Кондратовича найдутся добрые слова. Вникал в текст и искал сокровенные смыслы. Радовался, когда находил. Порывался позвонить тем, в ком впервые разглядел настоящий литературный дар. А у меня времени, как обычно, он, Полина Архиповна, знаю, что я в 4 утра вставал для того, чтобы это самое. Побольше времени мне хватило, пока на работу не иду. И потом к вечеру ещё прихожу, думаю, дай-ка, вот Зуев меня просто зацепил, думаю, о нём всё говорили, говорили, говорили. Думаю, дай-ка, у него мать. Я сначала подвергла вообще глубоко. Опытный литературный корректор Надежда Иванова серьёзнее всего подошла к формулировкам номинации. Каждое слово сверялось с другими участниками жюри. Из того, что её порадовало, выделяет широкий возрастной диапазон участников и разножанровость произведений. Есть ироничная поэзия, есть поэзия очень лёгкая, воздушная, есть патриотическая очень. И порадовало то, что говорят, часто говорят сейчас о том, что молодёжь забывает про свои корни, нет патриотизма. Как раз оказалось, что молодых авторов, они пишут не только о своей малородине, где они родились, они пишут о приобретённой родине, о Булингое. Это очень радует. В итоге вдумчивых обсуждений определили 37 участников лауреатов и дипломантов. Далеко не каждый из них был известен до этого конкурса. Мне очень приятно, что у нас появляются новые авторы. Более того, как показала работа жюри, некоторые из них выходят в призовые места. Гран-при в номинации поэзии присуждён Александру Остраухову. В номинации проза лучшими признали Петра Мальцева и Дмитрия Зуева. Их награждение состоится в октябре. А подробные сведения об итогах конкурса можно найти на сайте «Импульса» информационного спонсора «Родниковых строк». Надежда Печоркина, Артур Цвилюк, служба новостей «Импульс».